Стальной хват России! Привет большой! Подписчики на канале YouTube, привет большой! Женя Лётчик Отдельный привет! Несколько дней мы снимаем обзор что Женя прислал для вас Женька делится не жадничает всевозможные эспандеры, но в основном это китайский производитель но вот сейчас на обзоре будет американский производитель Утро вечера мудренее, поэтому снимаем в 10 часов утра 16 декабря 2021 года Женя прислал с большим количеством китайских эспандеров разных производителей купленные на Авито КОК номер 2 Ну, состояние очень суперское у КОКа 2 смазан он Женя его смазал вот нам смазочка видна вот здесь Ну, я решил посмотреть насколько насколько с ним производился скажем так тренинг и вчера сутки назад поставил под нагрузку но сутки это много я в общем объясняю вам что 4-6 часов под нагрузкой будет равносильно если бы вы 6 часов закрывали каждые 5 секунд давайте давайте с вами считать если закрытие 3600 секунд в час делим на 5 получаем порядка 720 закрытий 720 закрытий за час с интервалом в 5 секунд хлоп хлоп как мы делаем на зарубах соответственно за 6 часов 6 на 7 7 на 720 получается где-то порядка 400 4300 закрытий от 4 до 5 тысяч закрытий хватит чтобы эспандер пришел в рабочее состояние держать сутки более ну вы понимаете вы набираете большее количество закрытий соответственно пружина больше устает начинает больше уставать соответственно это нам не надо мы сделали вот такое количество как бы закрытий но держа либо в хомуте либо под нагрузкой там я не знаю в тисках и получаем уже рабочий эспандер я вам просто показываю с самого начала не открутил чтобы вы все видели как я это все делаю обыкновенный хомут такое количество времени не повреждает ручки этого хватает чтобы эспандер принял рабочую версию свою которую с вами дальше будет на протяжении там нескольких десятков тысяч закрытий жить рука об руку точнее в вашей руке и так я его закрыл у него было расстояние 72-15 72 миллиметра 72,15 то есть более 7 сантиметров но в основном все таки двойки у нас где-то в районе 7 сантиметров 70 миллиметров и нагрузка несколько дней я измерял Женя не даст соврать это было 46,6 46,7 46,5 ну в общем это было где-то под 47 килограмм полное закрытие и так давайте с вами произведем обратное действие я это делаю с помощью ну вы можете в общем-то тисочки у многих гаражи есть поэтому я закрываю эспандер до конца вот додавливаю до конца беру отвертку все это на ваших глазах делаю чтобы вы понимали как это делается и все у меня подстраховывает тяговый тросик все а здесь я снимаю все вот хомут ну кстати хомут у такой до сотни нормально это сотня здесь представляете сколько здесь килограмм очень плотно держит ну сами разбирайтесь там когда покупаете спрашивайте с какую нагрузку выдерживает потому что чтобы не получилось потому что закрываем все-таки тросиком здесь у основания пружины ну если у нас на полтора вот здесь 100 на полтора это 150 уже здесь ну то есть умножать здесь будет за 200 килограмм вот такую такую должен держать вот эспандер двоечка все я снял там если какая-то маленькая замятость она есть то это ребят несущественно вам не на балы ходить с эспандером спанером надо работать если вы коллекционер ну конечно и хотите все-таки иметь рабочие эспандеры пожалуйста подкладывайте кожицу и будет вам счастье ну я не считаю необходимым да и Женя меня поддержит в этом чтобы здесь было там идеально он и в принципе идеально выглядит если бы бушный это был на самом деле бушный то уже была бы проволока ржой покрывалась все-таки она цвет меняет а в данном случае все как бы отлично самое главное ухаживайте чтобы вот видите нет никакого звука смаранная пружина обязательно смазывайте ее покрывайте ее защитным слоем приходил ко мне человек который в 15 году покупал у меня эспандер американский уже 6 лет прошло но состояние как будто он купил это месяц назад вот вот и все поэтому я сейчас вам покажу характеристики параметры покажу и мы будем знать насколько это рабочий был эспандер ну я думаю что да это был рабочий эспандер итак 71 56 72 15 ну 05 там 06 это это не считается не считается и ну остальные характеристики естественно нагрузки никуда не уходит четко 19 ну вот немножечко погрешно штанге так показывал 19 миллиметров и проволока сейчас мы посмотрим 665-667 проволока на двоечке в общем то с магнезией накатка конечно не очень здесь но опять же магнезия в помощь ребят что делать вот сегодня на ночь в перчаточках спал намазал руки кремом мощно перчатки одел и баиньки вот и все чтобы восстанавливать после магнезии ваши ваш плаш кожи и так нагрузку посмотрим значит по настоянию мы понимаем с вами что в общем то рабочий спандер мы на руках имеем ну давайте еще и посмотрим по нагрузке потому что простоял то он сутки сутки простоял это достаточно много закрываем смотрим ну вот все это полностью характеризует то что эспандер в рабочем состоянии смотрите ровненько здесь чуть-чуть не дожал здесь абсолютно ручки ровные 46 и 3 ребят вот вот и все вот мы с вами еще очередной эксперимент вместе провели и выяснили что Евгений купил все-таки эспандер с которым занимались и ухаживали за ним плюс еще не добавил свой уход и поэтому двойка какая была в общем-то она такая осталась еще и будет он на ней работать и в общем-то 46 килограмм еще будет несколько десятков тысяч сжатий держать такую нагрузку ну вот у человека единичка он на ней работает на КОК-1 с 15-го года 6 лет 34 килограмма новый 34-35 вот так 34 выдает то есть все усело и погнали там энное количество десятков тысяч закрытий все вот вот такой уход новенькая фактически пружинка все новенькое все, ребят прошу любить и жаловать эксперимент проведен делайте выводы встречаемся в обители пока